Цегламенская библиотека номер 16 представляет презентацию «Колючие наши друзья». 2 февраля отмечается Международный день ежа. Этот праздник очень древний. Он известен еще со времен Древнего Рима. В этот день римляне будили ежей и по специальным приметам пытались определить, скоро или нет, придет весна. Ежи – вид млекопитающих, обитает в широколиственных лесах Западной и Центральной Европы, в том числе на Британских островах и в Южной Скандинавии, а также в северных и центральных районах Европейской части России. Обыкновенный еж. Животное небольших размеров. Длина его тела составляет 20-30 см. Масса тела – 700-800 г. Уши относительно небольшие. Морда вытянутая. Нос у животного острый и постоянно влажный. На верхней челюсти у ежи 20 мелких острых зубов, а на нижней – 16. На лапах по 5 пальцев с острыми когтями. Иглы у обыкновенного ежа короткие, не более 3 см. Поверхность игл гладкая. Внутри они полые, наполненные воздухом. Между иглами располагаются тонкие, длинные, очень редкие волосы. Голова и брюхо покрыты грубоватыми и обычно тёмными волосами. У взрослых ежей обычно по 5-6 тысяч игл. У более молодых особей около 3 тысяч. Еж-хищник. Питается он насекомыми, змеями, червями, улитками, лягушками. У ежа развитое обоняние сильнее, чем зрение. Неправда, что ежи ловят мышей. Еж ни за что не догонит мышь. Зато ежи на самом деле очень любят молоко. Некоторые из них специально селятся возле ферм. Еж хорошо запоминает время дойки. Приходит на ферму и прячется в углу, ожидая, что молоко прольётся на пол. Днём ежи спят в норе под замшелым старым пнём или в ямке под корнями дерева. С наступлением темноты ежи выползают из норы и ищут себе пищу. Всю ночь топают, под каждый листок заглядывают, переворачивают ветки. У них чуткие нос и ушки. Ежи, как и люди, различают многие цвета. А остальные звери видят мир только в чёрных и белых цветах. Вода для ежа хуже смерти. В природе ежи прячутся от маленького дождика и не живут возле болот и рек. При попадании воды на тело ежа он разворачивается и становится совсем беззащитным. Некоторые животные, зная эту особенность, подкатывают лапой ежа к луже или реке и бросают его в воду. Например, так делает лиса. У ежа в день выпадает несколько иголок, а на их месте появляются новые. Ими он пользуется не только в целях самозащиты, но и как амортизатор. Падение с пятиметровой высоты ежу не страшно. Общаются ежи с помощью свиста, но когда злятся, они начинают ворчать. Живут эти ворчливые существа совсем немного, около шести лет. Много ежат погибают в возрасте до одного года. Они часто замерзают, так как не умеют устроиться на зиму. Ежи обычно дружат с домашними животными, любят находиться около кошек и играть их хвостом. На зиму ежи впадают в спячку, отыскивают чужие норы и устраиваются в них. Зимовку ежи проводят в одиночестве. Иногда они катаются в опавшей листве, таким образом накалывая ее на свои иголки, для того, чтобы спалось мягче. Спит еж приблизительно четыре месяца. Весной он просыпается очень худым и голодным, поэтому постоянно ест. Ища пищу, он шумит прошлогодней листвой, и по этому шелесту его очень легко можно найти в лесу. Мама ежиха строит гнездо в незаметном месте, устилает его листьями и травой. У нее весной рождается пять-семь детенышей. Ежата рождаются слепыми и без иголок. Иголки начинают появляться через несколько часов после рождения. Глаза у ежат открываются только через две недели. Ежиха очень хорошо смотрит за своими детенышами, водит их на прогулки, кормит их молоком. Ежата любят играть, особенно бодаться. Если вам доведется повстречаться с ежиком, я вас очень прошу, не забирайте его к себе домой. Ежи не живут в домах, они заболевают и умирают. Они любят жить у себя в лесу, они у вас в домах. Если встретите ежика, рассмотрите его тихонько, не пугая, и идите дальше своей дорогой. А еж отправится дальше по своим лесным и жинным делам. В детских книжках часто можно увидеть ежика, несущего на спине яблоко. На самом деле ежи не накалывают на спинные иглы ни яблоки, ни грибы, ни прочие крупные предметы. Они физически не способны свернуться так, чтобы это сделать. Специально для вас мы сделали обзор детских книг про ежиков, из которых можно узнать много нового и интересного для себя. В них зверьки выступают в качестве героев, отстаивающих дружбу и как защитники природы. Есть замечательные сказки про ежика. Книга найдется на любой вкус. Книга Сергея Козлова «Ежик в тумане» увлекательная и смешная, философская и теплая история про ежика, который был и пугливым, и любопытным одновременно. Ежик научит каждого ребенка находить прекрасное в повседневном, наслаждаться закатами, пить чай с малиновым вареньем, радоваться солнечной погоде, ценить дружбу и помогать близким. В книге Тамары Крюковой «Крошка-ежик» три рассказа про малютку-ежика, который в первом знакомится со своими соседями лесными обитателями. Во втором рассказе он уже гуляет далеко от дома и забредает в деревню, где знакомится с домашними животными. А в третьем узнает, что все звери готовятся с приходу неведомой ему зимы. И малыш ломает голову, пытаясь понять, что же это за зверь такой, зима. Когда обычный лесной ежик попадает в городскую квартиру, с ним происходят необыкновенные приключения. В книге про ежонка Пыхчу вы познакомитесь с его новыми друзьями и от души повеселитесь вместе с ними. А потом, потом вы сами придумаете, чем закончится эта удивительная история и напишите ее продолжение на пустых страничках книги. Книгу написала Елена Казакевич. Называется она «Пыхча. Необыкновенные приключения обычного ежика». Ежик, пожалуй, из всех лесных жителей чаще всего встречается человеку. Кого еще можно так легко увидеть в прошлогоднем лесу или даже на дачном участке? Только птиц или белок на деревьях. А ежики, благодаря своей колючей шубке, чувствуют себя уверенно и смело шуршат в траве с наступлением темноты. На них можно любоваться, их можно кормить, с ними можно подружиться. И дети, и взрослые радуются симпатичным, сообразительным и храбрым зверюшкам. Рассказы о ежах есть у разных писателей. Саша Черный, Михаил Пришвин, Георгий Скребицкий, Вера Чаплина, Сергей Иванов. Эти произведения очень любят дети, ведь они открывают для них мир природы и доброты. Приходите в библиотеку, берите и читайте книги. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...